Продолжение следует... В баскет, наверное? Ты не видишь, я же с клюшкой. А, значит, гонка. Конечно, Муха, ты как всегда прав, дай пять. На самом деле я играл в увлекательную стратегию Макс 2. Любители стратегии, проснитесь и откройте свои глаза пошире. Ведь в торговом доме Тайм появилось продолжение увлекательной стратегии Макс 2. Продолжение ужасной войны двух планов, Конкор и Шивот. Появилась возможность игры в трёх режимах. Реал тайм, степ-бай степ и тайм паузы. Прекрасно анимированы 3D-карты и объекты. Полностью настраиваемый интерфейс игры. В игре более сотни юнитов. К тому же есть специальные команды для каждого юнита и возможность задания пути движения по контрольным точкам. В игре есть животные, которые грызут провода или нападают на твои боевые единицы. Существует редактор уровней, что позволяет создать карту. Минимальные системные требования Pentium 133, 16 мегабайт рам, но лучше 32. К тому же есть возможность дуэли, то есть игры нескольких человек на одном компьютере. Муха, ты чё мою клюшку забрал? На улицах стало так небезопасно. Или ты ногу сломал, или, может, руку подвернул? Да нет же, ты не подумай. Просто поведая о следующей игрушке, многие станут ходить с клюшками, даже не любители хоккея. Не успел 99-й год наступить, как уже в торговом доме Тайм появились игрушки этого года. То есть спортивные симуляторы с гордой цифрой 99 на своём фейсе и на ваших экранах. Как всегда от фирмы EA Sports, которая всегда радует любителей спортивных игр. Новое творение NHL 99. Это версия сумасшедшей игры, в которой вы бегаете по льду, держа в руках погнутую палку и ботинках со странными железками на подошве. Как и положено, в хоккее есть шайба, ворота и команды, в которых есть игроки, которые в свою очередь очень реальны, то есть по-настоящему существуют. В игре всё проработано до малейших деталей, даже то, что когда выбираете определённую команду, звучит гимн этой страны. Всё настолько реально, что вы даже можете порубиться с тем игроком, который вас конкретно достал. В общем, закупайте клюшки и эту игру, и рубите сколько влезет. Муха, потрясающая игрушка. У тебя есть коньки? Да, есть. Я их на входе снял. Дай-ка мне игри, для того, чтобы я смог прокатиться по своей игрушке. Хорошо, Джин Бери. А что за игрушка-то? А игрушка называется Duke Nukem 3D. Ядерная зима. От компании 3D Realms. Новый хит. Duke Nukem 3D. Nuclear Winter. Прошло не очень много времени после последних приключений. Скоро Рождество. Но вдруг случилось страшное. Человечество вновь нуждается в помощи непобедимого героя Дюка Нукема. Чужие, известные нам с давних времён, высадились на Северном полюсе и захватили в плен Санта-Клауса. При этом терроризируют зимнюю страну чудес. А для того, чтобы их не узнавали, они замаскировались, надев на себя рога, шапочки Санты и подобные рождественские вещи. К тому же на их сторону перешли злобные снеговики. Поэтому врагов стало гораздо больше. Льды Северного полюса и замок Санты – арена вашей битвы. Хватайте всё оружие, что есть у вас под рукой и вперёд спасать Санта-Клауса. В игре отличная графика и захватывающий игровой процесс. Системные требования Pentium 60. 8 мегабайт рам и 20 мегов на винте. Да, игрушка мощная. Особенно мне понравились мутанты-лоси в костюмах свингеров. А свинги в костюмах Деда Мороза? Да, и они особенно встречаются в следующей игрушке, которая называется Spire the Dragon. Эту игрушку делали парни, создавшие Деструктор. Спира – бродилка с элементами приключений и экшен. Вы управляете маленьким пурпурным дракончиком, который любит прыгать и быдаться. А дело было так. Хорошие драконы набазарили по ящику гопу стрёмных вещей, а злом гнасти гнорки. В отмах он нагнал кубическое заклинание, заключившее их всех в кристалл. Вы один из них. Пройдя шесть миров, каждый из которых включает в себя совсем нетрудных шесть уровней, вы найдёте свой путь к свободе. Мощная графика, которую можно сравнить только с Mario 64 на Nintendo. Скроллинг – шершавый, как кошачий язык. Саундтрек от Стюарта Копланда из группы налоговой полиции «Нравов». Итак, гвоздь программы. Внимательно слушайте вопрос. Какая самая слабая команда в игре NHL-99? Ну ладно, я пошёл играть в Дюк, а я в хоккей. Всем пока! Субтитры подогнал «Симон»! 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 Продолжение следует...